Добрый день! Сейчас февраль 20-го года, я приехал погулять по Сокольникам, посмотреть тут что и как. Не был тут с прошлого года. Давайте пройдемся, посмотрим, что тут с аттракционами, коротко заглянем на каток. Ну и так далее, вперед! Сегодня совсем тепло, идет даже небольшой дождик. Вот обратите внимание, войдя в парк через центральный вход, слева вы увидите вот эту скульптурную композицию. Я не знаю даже как это назвать, памятник, памятная доска. Это Сергей Михайлович Третьяков, благодаря которому в 1879 году парк стал городской собственностью. Во входной части Сокольников по-прежнему стоят эти инсталляции новогодние, коньки, дракон, фестиваль волшебных фонарей китайских. Все это создавалось в расчете на обычную русскую зиму. И вот тут можно фотографироваться среди елочек, среди новогодних разных украшений. Все это стоит, ну посмотрим, что будет с погодой. В центре Сокольников на Фонтанной площади по-прежнему радует глаз новогодняя елка. Вокруг нее в январе работали ларьки фестиваля путешествия в Рождество. Выглядит сейчас это вот таким образом. Давайте отправимся налево на песчаную аллею, там где у нас аттракционы, вот по Сокольническому кругу. Видите даму с зонтиком, потому что идет дождь, 2 февраля, вот такая вот у нас погода. В прежние времена на этом месте по Сокольническому кругу заливался каток-гигант. Вот на ваших экранах это поверхность, асфальт и следы снега. Это песчаная аллея Сокольников, а слева от нее находится один из немногих оставшихся в Москве парков аттракционов. Там сейчас сооружается новое колесо обозрения, взамен демонтированного в прошлом декабре ветерана. Давайте заглянем мимоходом. В общем-то я там снимал в декабре, но посмотрим, что сейчас. Я на территории парка аттракционов Планета Сокольники в парке. Никого, никого. Причем видно, что кассы работают, в общем-то, просто нет посетителей. Для тех, кто захочет посмотреть эти аттракционы в Сокольниках в действии, я дам ссылку к этому видео. Я снимал тут в декабре, еще народ катался. Я подошел, поговорил с кассиром. Оказывается, не работают аттракционы в связи с дождем, но я вижу, что и желающих особенно нет. Вообще аттракционы зимой работают по погоде. Работают выходные дни, только суббота, воскресенье, праздники. И по погоде вот сейчас пошел дождь, и руководство прекратило работу открытых аттракционов. Работают только те, которые я показал в помещении для маленьких детей. Вот этот детский комплекс Джангл, он не совсем в помещении, но под крышей. Вот тут вот работают. Тут для детей до 4 лет примерно, старше уже никому не интересно. Такая вот площадка. И работает игровой центр «Галактика». Ну что ж, аттракционы посмотрели, отправляемся обратно в центральную зону парка. Я на третьем просеке Сокольников, и вижу, тут работает такой аттракцион, танкодром. Даже стоит очередь, но в воскресенье все-таки. Погодка, конечно, абсолютно не московская. Он там вдали, на третьем просеке, за тем забором. Это территория, на которой стояла гигантская горка все прошлые годы. Ее демонтировали. Теперь тут вот такая допризывная подготовка, да? Это был танкодром на третьем лучевом просеке Сокольников. Это фудкорт Сокольников, который работает в выходные и праздники, находится между фонтанной площадью и фестивальной площадью. Ну, фонтан – это вот там, где елка, а фестивальная за моей спиной – это где каток лед. Фудкорт я снимал много раз, много раз тут что-то покупал себе перекусить. Вполне такое приятное место с вкусняшками. Видео я тоже прикреплю более подробно. Сейчас ларьки не хочется снимать, идет дождь. По этой симпатичной аллее идут к фестивальной площади к катку лед. Каток лед в Сокольниках продолжает бороться с теплой зимой, с плюсовой температурой. Пока ему это удается. Я опять же прикреплю видео подробное о катке к этому ролику. Сейчас снимать особого смысла нет. Ну, ладно, вот специально для тех, кто хочет посмотреть, если что-то увидит, качество льда. Температура сейчас плюс два. Выставок в комплексе Сокольники сегодня никаких нет, кроме многострадальных выставок кошек. Вот на ваших экранах второй павильон, полукруглый за катком. Тут в середине месяца будет православная ярмарка. Потом все по плану, расписание тоже на сайте, где вы это смотрите, есть. Или будет в ссылках к видео для тех, кто смотрит на ютубе. Сегодня воскресенье, 2 февраля. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. С вами был канал 1 Москве. С вами был Игорь Негода.